Здравствуйте! Вы смотрите «Итоги недели». Мы собрали наиболее значимые события этой недели. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. История с заражением и хинококозом 74 суворовцев вступила в финальную стадию. Многодетные семьи Ульяновска получили компенсации на обеспечение земельных участков электроэнергии и водой. Коммунальные проблемы в Димитровграде. Подвал жилого дома начало затапливать канализационными водами. Больше качественных автодорог или как проходит контроль на асфальтобетонном заводе. Прививочная кампания против COVID-19 в нашем регионе набирает обороты. В Ульяновской области прошел пятый форум деловых женщин. Традиционный обзор пресса в рубрике «Пресс-ботва». История с заражением и хинококозом 74 суворовцев вступила в финальную стадию. Напомним, в январе 2019 года после жалоб родителей курсантов было проведено массовое обследование воспитанников, показавшее наличие заболеваний у курсантов. Первоначально представители училища и эпидемиологи заявляли, что вина пищеблока маловероятна, а заражение, скорее всего, могло произойти от собаки, которую, возможно, гладили воспитанники. Однако, по мнению военной прокуратуры Центрального военного округа, виновны в заражении конкретные должностные лица. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья, было предъявлено двум женщинам – инженеру-технологу Суворовского училища и заведующий производством торговый дом СПП. Эта компания оказывала услуги по производству питания для учащихся. Ответственность для виновных предполагает до 6 лет реального срока. Обвинительное заключение направлено в Ленинский районный суд города Ульяновска. К новостям же лично. Более 2,5 миллионов рублей получили многодетные семьи Ульяновска в качестве компенсации на обеспечение земельных участков электроэнергии и водой. На данный момент в кварталах, где выделяют земли многодетным, продолжается прокладка коммуникаций. В Ульяновске пересмотрят закон о возмещении части затрат на строительство домов. Ее, напомним, получают многодетные семьи, которые строят дома на выделенных им земельных участках. Закон действует с 2020 года. Но, как показала практика, документ не совсем рабочий. Семьи не могут получить компенсацию, так как оценивается кадастровая стоимость дома. Теперь размер выплаты будет определяться исходя из квадратуры. Кроме этого, если семья берет ипотеку или берет кредит на строительство дома, то по сегодняшнему закону это 25% компенсации. Мы приняли решение, что будет компенсация 50% от не больше 300 тысяч рублей. Поэтому такие изменения, которые очень важны для наших многодетных, которые они очень ждут. И с 1 июля 2021 года закон будет работать по-новому. Ожидается, что при условии принятия изменений больше 200 многодетных семей смогут приступить к возведению жилья. Тем временем в кварталах многодетных продолжается работа по прокладке коммуникаций. Так, в Заволжье квартал Г полностью обеспечен водой. В соседнем квартале Д вода проведена на две улицы. В апреле начнется разводка. В следующем году начнется строительство газопровода. У нас система электроснабжения обеспечена полностью. Из них 106 земельных участков уже подключились. 224 земельных участков. Выключили договор на технологическое подключение. По обращениям освещали улицы Каштаново, Дементьево, Хабибулино, въезд детскую. Приведут в порядок и дороги. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт дороги, ведущей к селу Архангельское. Электроснабжение проведено и в район села Карлинское. Весной приступят к монтажу водопровода. Квартал в селе Луговое также подключен к электроснабжению. Дома подключают по заявлению самих граждан. Многодетные могут получить компенсацию затрат на подключение домов к электроснабжению и набурение скважин. По поводу дорог 3000 метров, дорог отсыпаны инертными материалами. В этом году также будем продолжать отсыпать. 13 направлений, по 13 дорогам мы вынесли границы в натуре, чтобы определить, где у нас дороги, как по плану у нас происходит, чтобы в этом году также продолжить отсыпать эти дороги. Жители Лугового попросили главу региона организовать школьный маршрут. Массив большой, школьникам приходится идти до образовательного учреждения по 3-4 километра. Автобусы окупят в ближайшее время. Анна Тищенко, Уллправда ТВ. Следующая новость из Димитровграда. Дом для сирот на улице Свердлова был сдан чуть больше трёх лет назад. Можно сказать, что сразу после заселения жильцы почувствовали на себе все коммунальные страдания. Начинают протечки крыши, холодных полов и проблем с канализацией. И вот в доме вновь произошло ЧП. Подвал начало затапливать канализационными водами. Свердлово 17А. Многострадальный дом для сирот, пожалуй, известен уже всем димитровградцам. На протяжении чуть более трёх лет с момента сдачи дома здесь постоянно происходят коммунальные катаклизмы. На сей раз проблема, скажем так, дурно пахнет в прямом смысле этого слова. Проблема не заканчивается. Наоборот, она всё больше и больше. У нас 1 марта прорвало канализацию. И всё идёт у нас в подвал. То есть подвал сейчас затоплен. Пройти туда нельзя. Дверь открыть тоже нельзя. Обращались во все инстанции. Помощи пока никакой нет. Я живу на втором этаже. Из подъезда я не могу выходить. В подъезд не могу заходить. У меня всегда рвотная реакция. То есть выхожу, у меня прям сразу охота. Рвотная реакция у меня. Обращались мы к Смекалину. Смекалин сам даже лично приезжал. Здесь уже всех построил. Но дальше дело не идёт у нас. К региональному правительству за помощью жителей многострадального дома обращались неоднократно. Поводов, увы, было немало. И крыша протекала, и полы холодные в квартирах, и с отоплением беда. История давняя. По словам местного депутата Алексея Завьялова, дом с многочисленными недочётами не должен был быть изначально принят заказчиком городской администрации. Был суд состоялся. Было решение суда. То есть дом был принят администрацией с нарушениями неисполнения. То есть именно в части канализации водоотведения. Канализация водоотведения – это должна быть отдельная труба на улицу рабочая, подключенная с КНС. Брошенная застройщикам временная труба не спасает ситуацию. Поскольку дом находится в гарантийном периоде, за качественное водоотведение несёт ответственность застройщик. Но на деле, получается, дом висит в воздухе. Они нигде не зарегистрированы. Они ни у кого на балансе не числятся. Ни у города. Ни у горводоканала. Их на балансе нет. То есть мы их видим по факту, да, они есть. На картах, то есть на схемах и тому подобное. Их нет совсем. Получается, дом-призрак с вполне реальными проблемами. Выход всё же пусть и не простой, и не скорый из этой ситуации. По словам Алексея Завьялова, есть. Процедура где-то это будет длиться год. То есть по передаче сетей это целый год будет у нас календарный. Сейчас с моей стороны буду я выходить на депутатский корпус с предложением, наверное, городу выделить деньги и заключить прямой контракт с горводоканалом, пока вот эта вся процедура идёт, чтобы всё-таки обслуживание, то есть было обслуживание. Своё предложение депутат намерен внести в повестку дня ближайшего заседания Городской Думы. Только как это будет воспринято народными избранниками и насколько быстро решение будет принято. Тем временем жителям Свердлово-18 уже сейчас нужна реальная помощь. Жить в прямом смысле в канализационных условиях не хочется никому. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград-24, специально для Управда ТВ. И ещё об одной Демитровградской коммунальной проблеме. На заседании финансового комитета местной Городской Думы разразился скандал, связанный с качеством отопительного сезона для жителей целого микрорайона Демитровграда. Жители многоквартирных домов на улице Осипенко, которые уже несколько недель пытаются добиться. От местных коммунальщиков нормализации температуры воздуха в своих квартирах заявили, что не хотят платить за некачественно предоставленную услугу. Как отреагировали на громкое заявление местные депутаты, расскажет Наталья Васильева. Очередное заседание комитета по финансовой и экономической политике Гордумы Демитровграда получилось трёхчасовым и довольно горячим по накалу страстей. Депутаты рассмотрели девять основных и три дополнительных вопроса. Одно из решений комитета направить Александру Ерышеву требования созвать внеочередное заседание для выбора заместителя председателя Думы, который мог бы восстановить рабочий процесс данного органа власти, оказавшегося парализованным из-за отказа спикера выносить на обсуждение один единственный вопрос и его постоянного отсутствия по причине плохого состояния здоровья председателя. Сегодня он здесь был. Если я понимаю, что человек, допустим, очень больной, он лежит там как-то под капельницей. Если человек спокойно перемещается, поднимается на четвертый этаж, я думаю, что его состояние здоровья не вызывает особых опасений. Это раз. Во-вторых, прийти на полчаса, рассмотреть один единственный вопрос о выборе заместителя председателя, и потом можно болеть хоть до скончания веков. Ничто в Думе тормозиться тогда не будет. Зам председателя может спокойно будет проводить. Также депутаты проголосовали за рекомендацию главе города расторгнуть трудовой договор с его замом по соцвопросам Людмилой Шишкиной. По мнению некоторых парламентариев, госпожа Шишкина не справляется со своими обязанностями. Отчет первого заместителя главы города вообще вызвал массу вопросов, так и оставшихся, на наш взгляд, без нормальных ответов со стороны чиновницы. С какого времени у нас отсутствует начальник образования? Хотел бы уточнить по вопросам именно проектов, которые есть в администрации города. Я вам сказала, есть программа. Не программа. Правый порядок. Проект, программа. Нет, вы должны понимать о том, что у нас с вами... К проектной деятельности администрация города пока еще не перешла. Нет проектных офисов. Хотелось бы, знаете, какой-то больше витэссенции получить, и не с уровня ваших исполнителей, а именно ваш такой менеджерский взгляд по этому поводу, как вы видите решение этих проблем. Потому что у вас огромный опыт, и хотелось бы все-таки вот это увидеть, а не просто констатацию факта. Ну, это мы как бы читали в их отчетах. Довольно жарким получилось и обсуждение прохождения в Димитровграде отопительного сезона, стартовавшего в городе 7 ноября 2020 года. Все теплоисточники находятся в работе на сегодняшний день и обеспечивают теплооснабжение потребителей согласно ранее утвержденному температурному граду. Что касается аварийных ситуаций на инженерных сетях и на обедах ЖКК, то аварийных отключений, вернее, аварийных ситуаций и за период прохождения до 5 сезона, которые могли повлиять на обеспечение жизнедеятельности в городе Димитровграде, не произошло. Но были сфиксированы ряд внеплановых технологических отключений. Неприятным сюрпризом для бодро отчитывающегося о сделанном перерасчете жителям домов на улице Осипенко представителям МУП ГорТепло стало присутствие в зале людей на протяжении нескольких недель, замерзающих в своих квартирах. Перерасчета не было. По сегодняшний день получили квитанции 3 700 за отопление. Это житель Осипенко дома 17, да? Это невозможно. У меня дети маленькие, они мертвы, у меня ходят в носках. И денежки немалые. И денежки немалые. 3 700 за отопление должно отдать. А его не было. Люди возмущены откровенным враньем со стороны тех, кто по сути должен ночевать и дневать на проблемной котельной до полного устранения неполадок. Они устали платить за услугу, которая им не предоставляется в полном объеме. И устали от бодрых отчетов коммунальщиков, которые за несколько недель, а то и месяцев кормят обещаниями и их, и вышестоящее руководство. Один только визит представителя регионального правительства, чего стоит, когда и чиновнику из Ульяновска, и замерзающим жителям был обещан перерасчет. В итоге депутаты Финкомитета потребовали от демитроварских коммунальщиков полную информацию о перерасчетах за некачественное тепло в домах на улице Осипенко. Срок для исполнения – несколько дней. Наталья Васильева, Виталий Немов, Александра Кондратьева. Специально для Улл Правда ТВ из Димитровграда. К новостям про автодороги. В последние годы количество качественных дорог существенно увеличилось. Новые транспортные артерии проходят многоуровневый контроль, начиная от закупки строительных материалов, выпуска смеси и заканчивая укладкой асфальтобетона. Контролируют процессы как сами подрядные организации, так и специалисты департамента автодорог и общественники. Наш репортаж с завода по производству асфальтобетона, где сотрудники лаборатории рассказали о тестировании материалов. Чтобы новая дорога не портилась после проезда большегрузов и перепадов температур, идеальное дорожное покрытие изготавливают на асфальтобетонных заводах. В этом году в Ульяновской области запустят сразу четыре таких предприятий. Заводы приобрели подрядные организации, которые занимаются строительством и ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Производственные площадки монтируют в Ульяновске, Индии, Корсуне и Меликесском районе. Данный завод может производить все типы асфальтобетонных и щебёночно-мастичных смесей в соответствии с действующими ГОСТами. На данном заводе установлена высокоэкономичная горелка производства ЕС. Установлена высокоэффективная система очистки отходящих газов. На заводах смогут производить до 200 тонн асфальтобетона в час. Всё производство автоматическое и экологичное. В конструкции установлены специальные фильтры. Это даёт возможность поддерживать безопасный режим работы. Прежде чем превратиться в дорожное покрытие, всё сырьё проходит контроль лаборатории. Тщательно тестируют и уже готовую продукцию. Главная цель – посмотреть, как асфальт будет вести себя на дороге. Мы изначально можем, вот, например, на этой печи, мы можем битум состарить и посмотреть, что с ним произойдёт по истечении времени. Затем мы можем проверить этот же битум состаренный уже на риометре, посмотреть его температурные режимы, при которых нам лучше будет работать, чтобы получить качественное асфальтобетонное покрытие. Обязательное условие – асфальт должен содержать определённое количество воздушных пустот. Ни больше, ни меньше. Нужно это для того, чтобы дорога прослужила как можно дольше. При высоких и низких температурах битумно-вяжущие вещества в асфальте расширяются и сужаются. Если он будет переуплотнён, то есть будет меньшее количество содержания воздушных пустот, он начнёт трескаться, то есть срок службы его намного уменьшится. Ну и, соответственно, если очень много воздушных пустот, при переходе через ноль попадает влага, его начинает рвать асфальт. Уже после того, как дорогу отремонтируют, образцы материалов также будут отобраны на анализ уже независимыми лабораториями. В этом году дорожникам предстоит отремонтировать 140 километров трассы и ввести в эксплуатацию три новых дороги. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Следующая новость связана с сохранением дорог. С 1 по 30 апреля в Ульяновске введут традиционное временное ограничение движения транспортных средств, превышающих предельно допустимые нагрузки на оси. Напомним, для одиночной тележки этот показатель составляет 5 тонн, для двухосной тележки – 4, а для трёхосной – 3 тонны. Данные временные ограничения движения в весенний период не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, а также на перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений почты и ряда других грузов и видов техники. Также с 1 апреля по всей стране и в Ульяновске в частности изменится правило сдачи экзамена на водительские удостоверения. Станут ли они строже, выясняла Ринат Алиулова. Некоторые из этих курсантов отрабатывают навыки вождения автомобилем, для других настал день Х – экзамен. Первый этап – площадка. Однако с 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно им, практический экзамен на площадке отменяется. Это касается водителей, сдающих на категорию Б, С или Д. Для мотоциклистов всё без изменений. Те элементы, которые выполнялись у нас на площадке, они будут частично выполняться в режиме реального дорожного движения. Такие элементы, как, ну, простым языком скажем, это въезд в гараж в простонародье, чтобы людям было понятно, и параллельная парковка. Это касается и поворотов направо или налево, а также разворота в ограниченном пространстве и эстакады. Инспектор в день экзамена решит сам, где и какие навыки вождения продемонстрирует курсант. Весовым поводом проехать на площадку может послужить трудная ситуация в условиях реальной дорожной обстановки. Увеличивается и время сдачи экзамена. До получаса, да, время увеличивается, чтобы он успел выполнить все элементы, все маневры, которые предусмотрены новым административным регламентом и постановлением правительства. Изменения претерпит также система оценок и ошибок. Так, за непристегнутый ремень безопасности вместо одного начислят максимальное количество штрафных баллов. Когда вводятся новые изменения, мы проходим дополнительные обучения, нас информируют о том, какие нововведения проходят. Ну, а в целиком и в общем, как бы, процесс обучения остается тем же, мы также делаем акценты на площадке, на городе. Новые правила подразумевают и новый экзаменационный лист. Теперь их будет не два, а один. А вот период сдачи и пересдачи экзаменов остается неизменным. Если не получилось сдать с первого раза, то следующая пересдача через неделю. После третьей неудачной попытки в теоретической части до следующего экзамена придется подождать 30 дней. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ. Продолжим транспортную тему, но на этот раз про железные дороги. Поезд «Сызринь-Кузнецк» призван обеспечить безопасность пригородных пассажирских перевозок в южных районах Ульяновской области. К слову, он позволит улучшить транспортное обслуживание не только жителей нашего региона, но и соседних областей – Пензенской и Самарской. В южных районах Ульяновской области запустили новую электричку «Сызринь-Кузнецк». На маршруте работает современный электропоезд. В салоне тепло и комфортно. Поезд состоит из четырех комфортабельных вагонов. Одно из первых – комфортного транспорта оценила Надежда Фенагина. Женщина живет в Сызрине, но регулярно ездит к своей маме в Просковьино – село в Николаевском районе. Признается, теперь не будет волноваться по поводу дороги. Электричка приходит стабильно ко времени. Очень ждала эту электричку, потому что автобусами очень неудобно ездить, с трассой пешком идти. Поэтому электрички очень и очень нужны. Людям на работу ездить. Электричка – хорошая альтернатива междугородним автобусам. Жители Красносельска до сих пор с ужасом вспоминают ту страшную аварию на дороге, где погибли их односельчане. Напомним, ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в районе села Заборовка Сызранского района в конце января. Пострадали 23 человека. Из них погибли 12. Рядом у нас, она идет, у нас поселок там весь рядом. Ну и не так на машинах будут по трассе гоняться. Эта трасса предусмотрена для дальнобойщиков. Вот волосы стоят прям. Ну а среди них разве можно вот ездить, а? Сколько, говоря, осталось семей-то. А тут вышел, сел тихонечко, приехал и уехал. Курсировать пригородный поезд будет два раза в день. Общее время поездки – 2 часа 18 минут. В маршруте такие населенные пункты, как Репьевка, Новоспасская, Свирина, Канадей, Просковьина, Никулина, Розадей. График курсирования можно уточнить на станциях. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Напоследок транспортные темы – новость для тех, кто летает самолетами. Прямые авиарейсы из Ульяновска в Екатеринбург начнет выполнять авиакомпания «Рэд Винкс». Летать можно будет с 3 мая из аэропорта Ульяновск-Баратаевка. Перелет в среднем займет около двух часов. Стоимость билета – от 5000 рублей. К новостям из сферы здравоохранения. Прививочная кампания против COVID-19 в нашем регионе набирает обороты. В Ульяновской области охотнее всего вакцинируются граждане пожилого возраста. Уже не приходится прибегать к убеждениям в этой возрастной группе о необходимости сохранить свое здоровье в сложных эпидемиологических условиях. Подробности у Антона Никонова. Укол свободы. Для 65-летней пациентки городской поликлиники номер 2 ЦК МСЧ Натальи Викторовны завершается второй этап вакцинации против коронавируса. Женщина проходит уже знакомый маршрут. В его план входит допуск вакцинации от врача-терапевта, оценка текущего состояния здоровья. Ну и, конечно, непосредственное введение второго компонента вакцины, а затем получасовое ожидание в комнате медицинского наблюдения. Спустя еще 21 день женщина с высокой долей вероятности будет полностью защищена от тяжелой инфекции. Однако, как поясняют врачи, по прошествии этого времени все еще необходимо будет соблюдать меры индивидуальной защиты, носить маски и перчатки, а также не нарушать социальную дистанцию. Сейчас я прошла второй этап вакцинации. Первый перенесла очень хорошо, без каких-либо побочных проявлений. И я считаю, что вакцинироваться нужно. Это важный момент, особенно людям пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний. А вот работник станции юных натуралистов Александр Куликов не смог себя уберечь. Мужчина достаточно тяжело перенес острый период заболевания COVID-19. Сегодня он все еще находится на стадии восстановления. Ему можно будет вакцинироваться теперь не менее, чем через полгода. Прививку мне еще сделать рано, болезнь продолжается. Но советую всем, всем советую прививаться. Болезнь эта очень страшная. По словам врача общей практики Елены Дороговой, за полтора месяца ее работы в кабинете медицинского осмотра перед вакцинацией, большинство людей настроено оптимистично. Очень отравно, что идут и молодые, но и люди в возрасте. Переносят прекрасно. Побочные явления, как и при всякой прививке, минимальные. Никаких сложных, каких-то таких серьезных осложнений не было у нас. Охотно прививаются и коллективы крупных предприятий города. С этой целью мобилизована выездная прививочная бригада непосредственно на территории организаций. На сегодняшний день привито 1013 человек. Это представители Ульянского механического завода, Ульянского автозавода, Центрального управления МЧС по Ульянской области, Росгвардии, ПАОТ-Плюс, ну и много других предприятий. В социальных сетях наблюдается взволнованность по поводу нехватки вакцинируемого препарата ГАМ-КОВИД-ВАК. Как уверяет руководство поликлиники, такая информация необоснованная. Те пациенты, которым был введен первый компонент вакцины, со стопроцентной уверенностью могут быть спокойны, что ровно через 21 день они получат и вторую дозу препарата. На сегодняшний день в Ульяновской области вакцинировано более 36 тысяч человек. Из этого числа уже порядка 12 тысяч полностью завершили вакцинацию вторым компонентом. На этой неделе в регион поступило еще 11 200 доз препарата «Спутник ВИИ». Антон Никонов и Юрий Ломатов, Улправда ТВ. Воссоздать аптечную сеть, которая позволит обеспечивать жителей региона льготными лекарственными препаратами в каждом уголке Ульяновской области. Такая задача поставлена перед Министерством здравоохранения и аптечной сетью. Наш следующий репортаж из Димитровграда, где начал свою работу третий аптечный пункт в поликлинике для взрослых номер 2. Поликлиника для взрослых на улице Ульяновской. Льготник федерального уровня Александр Аненков идет в аптечный пункт за необходимыми ему лекарствами. Здесь, в Ульяновской государственной аптеке, отпускаются рецептурные препараты. Вы знаете, я очень рад, что при нашей поликлинике вновь открылся аптечный пункт. Это просто очень здорово. Особенно для тех, у кого нет транспорта. Потому что здесь все вопросы, а именно прием участкового врача, выписка рецептов, получение лекарств, все решается в одном месте, в одном здании. А не как было немного ранее, там нужно было такси в одном месте выписывать, в другом месте получать. Получить необходимые лекарственные препараты льготники Димитровграда теперь могут во всех районах города. У нас сейчас открылся третий аптечный пункт в Димитровграде от Ульяновской государственной аптеки. Два аптечных пункта находятся в СУЗ-городе, это Ленина, 25, и по автостроителю, 59, поликлиника ДАЗа. Наш аптечный пункт отпускает льготным категориям граждан. Льготным категориям граждан. Это федеральная и региональная льготы. Также в государственной аптеке отпускаются лекарства для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний тем, кто состоит на диспансерном учете в поликлинике. По словам заведующей аптечным пунктом, в среднем месяц планируется обслуживать до 2000 человек. Кстати, в ближайшее время четыре аптечных пункта государственной аптеки откроются и в селах Меликесского района. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград24, специально для Управда ТВ. Сохранение здоровья старшего поколения обсуждали на совещании с участием губернатора. 330 тысяч жителей региона – это люди серебряного возраста, должны жить в достатке и радости. Для этого в Минздраве именно соцблагополучие готовят несколько проектов. Это переформатирование работы центров активного долголетия, работа врачей-гериатров и многое другое. По информации Министерства соцразвития, средняя продолжительность жизни в Ульяновской области на конец 2020-го составила 74 года. Это больше, чем в целом по стране, но, как отметил губернатор Сергей Морозов, есть к чему стремиться. В Ульяновской области внимание к пенсионерам всестороннее. Так, в 2019 году была утверждена программа повышения качества жизни пожилых граждан. В нее входит как профилактика и диспансеризация, так и гериатрическая помощь. Нужно начинать соотношение к взрослым, к родителям, к бабушкам, к дедушкам. Мы должны с вами заботиться о их долгой, активной, счастливой жизни. Поэтому будьте добры, начинайте готовиться. В прошлом году в регионе активно работали мобильные бригады. Медицинские и социальные работники успели посетить более 15 тысяч граждан старшего поколения. Увеличили количество коек и гериатрического профиля в госпитале ветерана ФОИН. 228 центров активного долголетия активно осуществляли прием старшего поколения. В этом году в сельской местности совместно с Министерством соцзащиты мы запустим проект «Медицинский автобус». Суть достаточно простая. Это доставка жителей старшего поколения от места жительства на уровень районной больницы для проходения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров при необходимости маммографии, флюорографии, ну и, соответственно, лабораторных клиентов. К слову о будущих планах реализации программы. В ближайшее время в Большиногаткинской, Сурской, Сенгелевской и Новоульяновской больницах появится 4 кабинета врача-гериатра. Это значительно облегчит жизнь пенсионерам в сельских районах. На базе госпиталя ветерана ФОИН заработает Центр охраны здоровья граждан старшего поколения. Уже к апрелю планируется сменить направление работы и акцентировать внимание на пенсионерах. В структуру будут входить вообще все учреждения первичного звена. Будет входить как же и наш геронатологический центр, стационар, геронатологическое отделение нашего госпиталя, консультативная клиника нашего госпиталя. И созданы работы школы пожилого человека, школы нарушения памяти. Для улучшения жизни бабушек и дедушек в регионе существуют центры долголетия. С этого года они начали свою работу в формате «Мой социальный центр», где для посетителей планируют сформировать группы семейного отдыха и открыть уличные сцены. Теперь центры работают до восьми вечера без выходных. Подобные учреждения оснастят необходимым оборудованием и мебелью. На эти расходы выделены свыше пяти миллионов рублей. Алина Тихонова, Артем Куранов, Уллправда ТВ. В начале недели прозвучала новость про отмену массовых гуляний на Масленицу. Несмотря на коронавирусные послабления, ульяновцы продолжают заболевать, а масочный режим продолжается. На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса озвучили последние цифры по заболеваемости, а также обсудили празднование Масленицы. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ульяновской области все еще остается сложной. Согласно сообщению специалистов, положение по районам неоднородное. Есть у нас передовики, которые дают высокую заболеваемость, то есть практически четыре раза выше, чем областные показатели по итогам сегодняшнего дня. Это Сурский район. Далее у нас дают высокую заболеваемость по районам области. Это Новульянск, город Новульянск, Кузоватовский район и Николаевский район. В областном центре показатели тоже разные. Антирекорд ставит Ленинский район. За ним идут Железнодорожный и Засвиярский. Самые низкие цифры по заболеваемости в Заволжье. Тем не менее, проконсультировавшись со специалистами, Сергей Морозов принял решение об ограничении масленичных гуляний на площадях города и области. Однако губернатор заметил, что проводить праздник во дворах не запрещается, если участников гуляния будет менее 50 человек. Но есть мероприятия, которые отменить нельзя. У нас есть замечательный проект, называемый «Народные инициативы». Я сейчас говорю в разрезе города Ульяновска. Это тема народного бюджета, где необходимо провести ряд публичных обсуждений, которые составляют более 50 человек. То есть мы должны решением сегодняшнего штаба, к сожалению, даты просто не приемлет, это согласовать. Чтобы проект «Народные инициативы» начал работать с наступлением сезона благоустройства, деньги по нему должны поступить вовремя. Этого не произойдет, если все предшествующие этому процедуры не пройдут публично. Проведение мероприятий разрешили при условии, что специалисты Роспотребнадзора будут индивидуально контролировать каждую встречу. Губернатор призвал собравшихся усилить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации. Розъяснительная работа с жителями по поводу важности вакцинации от коронавируса у нас пока находится на недостаточно хорошем уровне. Давайте еще раз, коллеги, задумаемся о том, что нам нужно сделать для того, чтобы выполнить поставленные задачи, которые мы сами здесь на своем региональном штабе вырабатывали. По оперативным данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе провели 722 тысячи лабораторных исследований. За прошедшие 12 месяцев в Ульяновской области выявлено 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным на 9 марта, под наблюдением в регионе остаются более 9 тысяч человек. Павел Половов, Юрий Ломатов, Улправда ТВ. К другим новостям. В Ульяновской области прошел пятый форум деловых женщин. Более полутора тысяч участниц пошли учиться, делиться опытом и налаживать бизнес-партнерство. Половина ульяновских предприятий принадлежит прекрасной половине. Почему, выясняла Виктория Черкова. Женственность 21 века – это не только нежность и хрупкость. Целеустремленность, упорство, рвение к победам занимают первые позиции в жизни современных представительниц прекрасного пола. Это становится очевидным при посещении ежегодного форума деловых женщин. В этот раз юбилейная пятая выставка бизнес-проектов состоялась в конгресс-центре «Тарелка» на базе Политеха. Индустрия красоты, сфера общественного питания, образования и легкая промышленность. Большинство бизнес-леди выбирают социальные направления. Наша задача – помочь им и в развитии, и самое главное – сделать первый шаг, который считается самым трудным. И по всем опросам экспертов, именно вот это как раз и является главным препятствием на приход в бизнес женщин. Чтобы любые начинания давались легко, в двухдневную программу форума включили мастер-классы по стратегиям, финансам и организационным практикам. Образовательная программа началась с торжественной части. Губернатор приехал в гости к форумчанкам, пообщался и ознакомился с их проектами. Также провели и пленарное заседание, на котором обсудили векторы развития женского предпринимательства. Стоит отметить, что с каждым годом в Ульяновской области становится все больше бизнес-вумен. «Я очень рад, что прекрасная половина нашего региона не только идет с высоко поднятой головой по этому пути, но и в полном объеме реализует себя. Свыше половины малого и среднего предпринимательства в нашем регионе представляете именно вы». Глава региона наградил самых успешных и пробивных женщин нашего края. Участницы конкурса лучших проектов получили хрустальные статуэтки и букеты цветов. Ольга Столетова владеет швейным ателье уже 12 лет. Все начиналось с домашних заказов. Далее Ольга начала развиваться и посещать бизнес-тренинги. В том числе она в четвертый раз участвует в деловом форуме. Обучение и знакомство с новыми деловыми партнерами дали результаты. Теперь у Ольги есть просторный цех, в котором работают три швеи. Ателье специализируется на индивидуальном пошиве одежды и сценических костюмов. На данный момент открыто производство спортивных и классических моделей. «С чего начались именно массовые продажи? То, что мы начали отшивать капсульные коллекции, мы их выставляли просто в бутике, либо я у себя в интернете. В связи с пандемией мы немножко сели. Продавать открыто мы не могли в плане, как онлайн. То есть пришел в бутик, померил и купил. Мы вышли в соцсети, мы вышли в интернет, и, соответственно, у нас поток уже вырос». До перехода в интернет это ателье выпускало 30 единиц продукции в месяц. Сейчас цифра выросла до 150. Вещи покупают не только ульяновцы, но и жители других городов. Ольга планирует развиваться и дальше. Для более оборотистой торговли она хочет выйти на платформы Wildberries, Ozone и La Moda. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллл Правда ТВ. В продолжении темы собственного дела. История любви, ставшая фундаментом для создания семейного бизнеса. С помощью государственного льготного финансирования ульяновская семейная компания смогла не только выжить в условиях пандемии, но и увеличить объем работ. Алина Тихонова подробнее. Элиса Павел – счастливая семейная пара. Он молодой учитель из Ульяновска, она родом из Польши. Познакомились, влюбились – так и начался путь теперь уже успешных предпринимателей. Языковой барьер не стал помехой для двух сердец. Влюбленные выстроили необычную коммуникацию, общаясь друг с другом на родных языках и открыли свою школу. Супруги Селезневы воспитывают троих детей, которые часто помогают родителям в проведении занятий. Я знаю русский, английский, немецкий, французский и изучаю испанский. Мне нравится английский. Ну, французский он тоже красивый, но сложнее. Секрет успеха прост. Полное погружение в языковую среду – очень старая, но по-прежнему эффективная методика. Разговаривает в учреждении только на английском, а занимается по специальным британским учебникам. Они написаны для студентов, которые учат английский как второй язык. Здесь, как дома, в студии ты чувствуешь простоту и уют. Эта идея позволила сделать процесс обучения более эффективным и комфортным. У нас преподаватели разговаривают только на английском во время урока. Некоторые дети, они даже не знают, что преподаватели знают русский язык. Не догадываются. То есть для них это как иностранцы, им интересно заниматься. Это как игра. В далеком 2010-м супруги обучали по 10-12 человек. Сейчас больше 400 учеников самых разных возрастов изучают языки в учреждении дошкольного образования. Количество филиалов увеличилось до 4-х. Но, как и многим владельцам частной школы, пришлось столкнуться с трудностями в пандемийный период. Селезневые решили приобрести в собственной стране арендуемое помещение. Помогли семейные компании, фонде развития и финансирования предпринимательства региона. 75% от всей суммы фонд выделил на приобретение квадратных метров. Это комплекс программ из федеральных мер, из региональных мер. В региональных только было 5 пакетов, как законодательных, так и финансовых решений. В частности, более 2,5 миллиардов только было льготных кредитов под 2%. Вы знаете, это большая федеральная программа, инициирована президентом Путиным. Прошлый год стал тяжелым для всех. Бизнес оказался практически на передовой, наряду со сферой здравоохранения. Тем не менее, было сделано все возможное для того, чтобы предприниматели пережили этот кризис. В настоящее время для бизнесменов действует более 15 программ льготного финансирования. За 2020 год финансовую поддержку на сумму порядка 950 миллионов рублей получили 309 бизнесменов. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Управда ТВ. Более чем достойно представили Ульяновскую область воспитанники православного клуба «Единоборств Пересвет» при Жадовском монастыре на открытом чемпионате и первенстве Мордовии по ММА. 13 жителей Барышского района Ульяновской области привезли из Саранска 11 медалей, 7 из которых – золото. Рассказывает Дмитрий Горин. Универсальный спортивный комплекс «Мордовия» находится в самом центре Саранска. В нем одновременно могут проходить несколько турниров по разным видам спорта. Вот и в этот день тут соревновались футболисты, волейболисты и даже была выставка собак. Хотя самым массовым мероприятием все же был открытый чемпионат и первенство республики по ММА. Мордовия, Чувашия, Пензенская и Ульяновская области привезли сюда больше ста одних из лучших бойцов по Волжье. Жеребьевка по строениям и в бой. Местная федерация ММА уже в восьмой раз проводит свой внутренний турнир в открытом формате. Смешение разных стилей, так скажем, разных тренерских идей в голове, да, все это только идет на пользу. Из этого люди извлекают какие-то уроки, как тренеры, так и сами спортсмены. С удовольствием откликнулись, и мы всегда рады, как говорится, таким приглашением и поучаствовать в соревнованиях по ММА. Тем более такие возраста от 12-13 и старше. В турнире принимали участие бойцы от 12 лет и старше. Несмотря на то, что ММА очень жесткий вид единоборств, у двух младших возрастных групп сильные ограничения в ударной технике. Например, нельзя бить в голову, также запрещены удары коленями и локтями. Жадовский клуб «Пересвет» стала самой молодой командой на этих соревнованиях. Только два монастырских спортсмена были старше 18 лет. Оба они, прекрасно пройдя полуфиналы, немного не дожали в конце и стали серебряными призерами в своих категориях. А вот «Пересветовская молодежь» разошлась не на шутку. Причем в финале представители Ульяновской области щелкали соперников, как орешки. Александр Гуськов победил за 13 секунд. Алексей Бузов вначале оглушил соперника мощным ударом в голову, а потом добил его в партере. А финальную схватку Глеба Тулупова пришлось прервать судье. Рефере стало жалко перепуганного соперника монастырского бойца. Результатами я доволен. Ребята показали себя, проявили в боях очень хорошо. И, что самое главное, удалось катать и попробовать в своих силах новичков. В итоге в Ульяновскую область уехали 12 медалей. 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая. На награждении выяснилось, что пересветовец Жахангир Игамбердиев удостоился медали и грамоты за волю к победе. Сейчас времени почивать на лаврах нет. Старшим пересветовцам от 16 лет предстоит жесткая подготовка. Уже в конце марта в Казани стартует чемпионат и первенство по Волжье. Дмитрий Гурин ведет студию Барышевской епархии специально для Улправда ТВ. На основной сцене Ульяновского драматического театра состоялась очередная премьера. На этот раз криминальной драмы «Мать» Васса Железнова по пьесе Максима Горького. О спектакле подробно смотрите в материале Ирины Антоновой. «Васса Железнова» или пьеса о матери была написана Максимом Горьким в 1910 году. Хотя «Мать» лишь под заголовок первого варианта автора пьесы, режиссер Ульяновского спектакля Максим Копылов сознательно меняет авторский порядок заглавий. Он ставит прежде всего пьесу о матери и только во вторую очередь говорит о личности Вассы. «Ну, я хотел посвятить его и посвящая его матерям, потому что встает в какой-то определенный момент в жизни каждой матери тот момент, когда приходится выбирать между долгом, между семьей, между какими-то своими желаниями и обязанностями. Это выбор матери, непростой. Вот каким может быть выбор ее? Спектакль посвящения». Коллектив театра также посвятил спектакль памяти народной артистки России Кларины Ивановны Шадько. Именно 8 марта всегда на сцене она отмечала свой день рождения. И ровно 40 лет назад тогда еще заслуженная артистка РСФСР Клара Шадько вышла на ульяновскую сцену в роли Вассы Железновой. В новом спектакле главную роль исполнила заслуженная артистка России Елена Шубенкина. «Характер очень сильный, целеустремленный, жесткий. А с другой стороны, это несчастная мать, которой приходится принимать непростые решения, может быть, даже через свою какую-то боль, через наступать себе на горло. Но делать так, потому что это надо, это лучше». Максим Копылов дал своему спектаклю особое жанровое определение – криминальная драма. В центре внимания оказывается судьба семьи, оставшейся без главы, и непростой путь матери, где есть место и родительской любви, и преступлению. Стильное пространство спектакля придумал и воплотил главный художник театра, заслуженный деятель искусств Украины Владимир Медведь. В спектакле задействованы заслуженный артист Украины Андрей Бориславский, Марк Щербаков, Юлия Ильина, Татьяна Денисенко, Дарья Долматова, Мария Жижела, Виталий Злобин и другие. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Уллправда.ТВ. Слово «Марс» для ульяновцев ассоциируется прежде всего с планетой, с конфетами и кормом для животных. Однако уже 60 лет в Ульяновске активно работает на благо всей страны уникальное научно-производственное объединение «Марс». 13 марта «Марсиане» отметят юбилей своего предприятия. Подробно о «Марсе» смотрите в сюжете Ирины Антоновой. Научно-производственное объединение «Марс» – старейшее предприятие города Ульяновска, 60 лет работает в интересах Вооружённых сил Российской Федерации. Это головное предприятие по проектированию, изготовлению, поддержанию и развитию автоматизированных систем управления военно-морского флота страны. За все 60 лет той истории нашего предприятия главным заказчиком для нас был Военно-морской флот. В то время Советского Союза, сегодня Военно-морской флот Российской Федерации. И мы со всей ответственностью подходили к тем новым задачам, когда в каждый период развития, становления нашего флота он для нас ставил новые задачи. Подписание приказа председателя Госкомитета Совета Министров СССР от 13 марта 1961 года о создании филиала Морского научно-исследовательского института или МНИИ в Ульяновске стало первым шагом в образовании предприятия. Филиал разместился в одном из цехов завода имени Володарского. Основная функциональная обязанность его сотрудников была доработка документации при серийном изготовлении изделия. Таганрогский радиотехнический институт стал кузницей кадров для молодого ульяновского предприятия. В числе первых его ряды пополнил Вячеслав Валентинович Алексейчик. В 1959 году после окончания Таганрогского института он был отправлен по распределению инженером на завод имени Володарского в Ульяновск. В 1961 году Вячеслава Алексейчика перевели в филиал МНИИ. Впоследствии он стал лауреатом Ленинской премии, доктором технических наук, профессором. Мы впервые в Советском Союзе придумали некоторые вещи, в том числе, например, функциональный контроль системы в целом и так далее. Хотя были, конечно, сбои, были. Ну все, как в жизни. Это все дается трудом. С 1962 по 1965 года в Ульяновский филиал МНИИ приезжает из того же Таганрогского радиотехнического института несколько групп молодых специалистов. В их числе был Валентин Иванович Кидалов. В дальнейшем лауреат Ленинской премии, Госпремии СССР, почетный гражданин Ульяновской области. Эти молодые группы специалистов, они сыграли первую определяющую роль в настоящем становлении вашего, а в было моего предприятия. А они занимались сопровождением техники, вычислительной, естественно, техники, которая была создана АГАТом. И изготовление этой техники размещалось на ульяновских заводах. Молодых специалистов называли дерзкими, вдохновенными, ответственными. Благодаря этим качествам они создали тот самый институт, которым гордится наш регион и вся страна. Именно они направили письмо в Министерство судостроительной промышленности СССР с просьбой снабдить их работой не только по сопровождению, но и созданию техники. На тот момент страна нуждалась в автоматизации систем управления. Этим и занялись ульяновские специалисты филиалом НИИ. 1970 год для предприятия стал переломным. Филиал был преобразован в самостоятельный научно-исследовательский институт Марс. Он стал головным предприятием проекта по созданию автоматизированных систем управления силами ВМФ. За последние годы на предприятии создали производственно-технический комплекс по изготовлению радиоэлектронной аппаратуры. Он включает в себя металлообрабатывающие производства, производство порошковых покрытий в электростатическом поле, печатных плат, электронных модулей, средств вычислительной техники, активно-матричных и жидкокристаллических мониторов, в том числе и в водонепроницаемом исполнении. Я с особым удовольствием от всей души искренне поздравляю сегодня всех тех, кто носит имя марсианин, неважно, где они сегодня находятся, на заслуженном отдыхе или работают непосредственно на предприятии. Поздравляю с нашим праздником, днём рождения предприятия. Желаю всего самого доброго, здоровья, счастья, успехов. С праздником, дорогие друзья! День рождения Марса обязательно отметят ветеранов предприятия. Наградят лучших из лучших марсиан. Прозвучат тёплые слова в их адрес. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ. В конце выпуска традиционный обзор прессы от нашего неутомимого обозревателя Антона Картошкина. Добрый день, уважаемые зрители и друзья телеканала Уллправда. Вы смотрите вашу любимую постоянную рубрику «Пресс-ботва». Как и прежде, с вами Антон Картошкин. И сегодня я расскажу, на мой взгляд, о наиболее интересных событиях в нашем регионе, которые за прошедшую неделю заметили корреспонденты и обозреватели печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Традиционно начну с еженедельника «Народная газета». Сразу же передовица издания печалит известием о том, что самый любимый, самый массовый, самый зажорный праздник российского народа «Масленица» в этом году отменяется. Даже название статьи Марка Крольского «Ну вы, блин, даёте» говорит само за себя. Об отмене гуляний заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на штабе по противоздействию распространения коронавирусной инфекции. «Мы не будем проводить никаких культурных программ, чтобы избежать массового скопления людей. Соответственно, на площадях массового гуляний также не будет, заявил губернатор». Несмотря на такое решение, народ все же собирается хорошо наесться на «Масленицу». По этому поводу те, кто не хотят готовить блины сами, уже смели с полок магазинов готовую продукцию. По данным аналитиков, россияне больше всего любят блины с начинкой в виде ветчины, сыра, курицы, грибов или творога. Это традиционное блюдо на «Масленицу» едят от 80 до 90% опрощенных по данным ВЦО. Ваня Сонин виртуальным образом посетил пресс-центр ТАСС, где прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве в сфере развития индустрии между Ульяновской областью и Роскульт-центром. В скором времени в Ульяновской области собираются развивать модную индустрию, урбанистику и сферу IT. Подробнее в материале «Ульяновску быть центром моды». Даня Ноздряков продолжает ностальгировать на дему дефицитных товаров во времена СССР. На страницах рубрики «Важная бумага» он рассказывает, почему в Ульяновске при наличии собственной кондитерской фабрики в городских магазинах практически невозможно было достать самых дешевых конфет или как в 90-е годы прошлого века боролись с дефицитом табака. Об этом подробнее на страницах издания. Раздел «Женсовет» собрал мифы о современных женщинах. Как слабый пол становится главенствующим в так называемых мужских рабочих профессиях и почему дамы сегодня все чаще становятся независимыми бизнес-вумен, читаем на страницах Народки. Аня Григорьева почтила память и вспомнила, как она брала интервью у звезд, которые приезжали в Ульяновск и которых сейчас уже нет с нами. Подробнее в материале нам есть кого вспомнить. По скриптум коротаем время за разгадыванием невероятно увлекательнейшего сканворда и, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах популярнейшего еженедельника. К национальным изданиям в 10 номере газеты «Канаж на чувашском языке» размещена статья чувашского краеведа и чувашского народного академика Василия Селиндеева о ветряных мельницах своего родного села Средней Алгаши Цельнинского района. В одном селе было три таких мельницы. Как были устроены ветряные мельницы, как работали и какой секрет был у каждого мельника, еще о многом другом интересно рассказывает автор. Газета «Елгат» на мордовском языке информирует о том, что 1 марта международный продюсерский центр «Фрэш Стар» объявил победителя международного дистанционного конкурса искусства и творчества в жанрах вокального мастерства, хореографического искусства, инструментального исполнительства, художественного слова и театрального творчества «Хрустальная лира». Дипломом третьей степени награжден ансамбль «Лошкарей Надежда» Центра по профилактике семейного неблагополучия «Причал Надежды» города Ульяновска. Музыканты представили на суд компетентного жюри творческие номера с использованием мордовских народных инструментов. В видеоролике также содержалась краткая информация об инструментах и истории их возникновения. Мордовские народные музыкальные инструменты возникли сначала как помощники в нелегком быту мордовского народа и изготавливались из такого материала, который был вокруг них. Музыкальные инструменты мордвы развивались на протяжении многих веков в соответствии с общим развитием человеческого общества и во взаимодействии с другими народами. Инструментальные музыки Мокши и Эрзия придавали магическое лечебное значение. Подробнее на страницах национального издания. К районным газетам еженедельник Ульяновского района «Родина Ильича». Коломка Аленушки Одинцовой рассказывает, что 5 марта в новом детском саду Ишевки прошел второй чемпионат ползунков «Здоровый малыш. Счастье для мамы». В этом году за звание самого быстрого ползуна боролись 22 участника. У входа детей и их родителей встречал веселая чебурашка, а внутри маленьких чемпионов уже ждали специалисты Центра Семья. Подробнее об итогах соревнований в материале «Чемпионы с пеленок». На передовице старомаинских известий журналист Саша Артемьев подвел итоги муниципального этапа конкурса «Семья года-2021». В нем приняли участие три семьи. Как молодые, так и с солидным стажем творчески активные. Каждая семья постаралась показать себя с разных сторон. Победили самые креативные и яркие участники «Семья Броньковых». Подробнее о победительных на страницах районки. Ириша Копцева сообщает о том, что в Большекандолинскую среднюю школу поступил новый школьный автобус. В районе только за последние три года он стал уже четвертым по счету автобусом, который получили старомаинские школы в рамках реализации нацпроекта образования. Инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Подробнее на страницах старомаинских известий. На странице газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района можно познакомиться с материалом о команде муниципального образования «Базарно-Сызганский район», которая приняла участие в фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне среди всех слоев населения». В команду от района вошли жители от 6 до 70 лет. Каждый внес свой вклад в общекомандный результат. Учащиеся младшего, среднего и старшего звеньев, работающие молодежь, люди старшего поколения упорно и целенаправленно выполняли упражнения, которые в этот день входили в программу. Подробнее на полосах районки. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Саша Гапа в традиционной рубрике газеты «Как живешь, чемпион» побеседовал с титулованным кикбоксером, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы и многократным чемпионом России Юрием Абрамовым. Чуть больше 15 лет назад ульяновцу покорился самый престижный титул любительского кикбоксинга, золото чемпионата мира среди супертяжей в самом жестком разделе «Фулл Контакт». 20-летний Абрамов повторил достижения знаменитого Александра Поветкина, вскоре завершил карьеру. Почему это произошло, читаем на страницах спортивного вестника. Журналистка информационного портала Управда.ру Лена Шичкова собрала рецепты необычных блинов к масленице. Выпотала она их у ульяновских шеф-поваров различных сетей ресторанов. Блины пекут большие, маленькие, толстые, тонкие, снабжают их всевозможными начинками. Поливают маслом, медом, вареньем, джемом, повидлом или конфитюром, сгущенным молоком, сметаной или сливками. Как призналась сама Шичкова, лично она любит большие блины из кислого теста с красной икрой или с любой другой начинкой. Рецептов существует огромное количество. Да что уж говорить, у каждой хозяйки есть свой привычный, полюбившийся гостям и домочадцам. Подробнее знакомиться с рецептами на портале улправда.ру Самое интересное берем на карандаш свои кулинарные книги. Информационный портал Медиа 73 сообщает о том, что в Ульяновском регионе установился арктический антициклон с 30-ти градусными морозами. Всю неделю с сохранением выходные, ночные температуры существенно ниже климатической нормы. Управление МЧС предупреждает жителей Ульяновской области о понижении температуры и объявляет желтый уровень опасности. Как сообщает региональный гидрометеоцентр, в отдельных районах возможен снег, температура воздуха ночью будет опускаться ниже 20-25 градусов мороза, по западу и йогу области до минус 30 градусов. Ни иные температуры не превысят 10 градусов мороза. Так что еще не время засовывать пуховики и валенки в сундуки или шкафы. Теплая одежда в ближайшие дни нам понадобится. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок через неделю. Это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам за прошедшую неделю. Смотрите ежедневные итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00. А результаты 7-дневки опять подведем в конце недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин